Всем привет, с вами Дмитрий Хриценко и сегодня я снова хочу показать ловушки в дебюте, в данном случае это будет опять довольно редкий дебют, а именно гамбит Энглунда. Да, есть такое начало тоже в шахматах и начинается данный дебют после хода белых Д4, когда черные играют Е5. То есть в принципе данный дебют чем-то похож на Будапештский гамбит, когда Будапештский гамбит возникает после Д4, КФ6, Е4, Е5, когда мы тоже подрываем как раз таки центр белых, но все-таки в Будапештском гамбите у черных сразу есть ход КНЖ4, то есть там черные в принципе пешку отыгрывают, хотя объективно говоря все-таки позиция в общем-то возникает в пользу белых в Будапештском гамбите, здесь же в общем-то тем более позиция с перевесом белых, то есть понятное дело, что подобные дебюты не советую вам играть стабильно, то есть там понятно, что в одной партии там из 20-ти, из 30-ти, особенно в Блице можно сыграть почти любую в общем-то дебютную систему, но понятное дело, что против соперника, который готов к подобному дебюту, который здесь знает теорию, очевидно, что в общем-то так играть все-таки не рекомендуется, хотя опять же таки повторюсь, что для Блица почти любой дебют будет вполне нормальным. Ну что ж, здесь белые сыграли до Е в той партии, которую я показываю, то есть я подготовил для данного видео две партии, причем у второй партии будет ловушка, такая очень типичная стандартная для данной дебютной системы, поэтому советую вам досмотреть видео до конца и все-таки увидеть данную ловушку, вполне возможно, что нам и пригодится при игре за черных, если все-таки решите применить данный дебют. Ну что ж, далее последовало в этой партии конь С6, конь Ф3 и Ф6. Ну, ход Ф6, безусловно, в данной позиции довольно рискованный и, честно говоря, не совсем понятный, то есть, в общем-то, идея в чем, что путем жертвы пешки черные пытаются получить активность фигур, но здесь понятно, что все-таки главные ходы это ферзь Е7, либо конь Е7, хотя можно сократить, допустим, Д6 тоже, и после Д6 тоже возникает жертва пешки, которая, конечно же, для белых не опасная. Ну что ж, последовало Ф6 в этой позиции, белые решили не принимать жертву пешки и сыграли Е4. Давайте посмотрим хотя бы пару ходов, что было бы в случае хода ЕФ. Итак, ЕФ, конь Ф6, здесь у белых довольно большой выбор. Одно из самых простых и самых сильных это сыграть слон Ж5. Ну и далее, в принципе, белые хотят сделать просто развивающие ходы, то есть, допустим, Е3, слон выходит на Д3, либо, в крайнем случае, на Е2, потом короткая рокировка, конь выходит на С3, ну, либо же на Д2 тоже. И, в принципе, у белых полный порядок, то есть, у черных есть какая-то минимальная компенсация за пешку, но не более того, то есть, все-таки можно было спокойно ссадить эту пешку, но белые решили, что можно сыграть Е4 тоже, то есть, получить такую вот комфортную позицию. Ну что ж, Е4, черные бьют на Е5, слон С4, конь Ф6 и конь Ж5. Понятное дело, что конь Ж5 в данной позиции был ход необязательный, можно было сыграть просто, допустим, конь С3, защитить пешку таким образом на поле Е4. Вот, однако, ход конь Ж5, в общем-то, хороший и сильный, и здесь белые сыграли правильно, то есть, они пошли на принципиальный вариант и сделали, по сути, лучший ход в позиции. Ну что ж, в этой ситуации, объективно говоря, для черных нужно было играть в стиле защиты двух коней, а именно Д5, то есть, Д5, ну и далее, примерно, вариант такой, это слон Д5, конь Д5, ЕД, то есть, можно было сыграть ЕД сразу, но так, наверное, даже еще сильнее для белых. Ну и далее, после ухода коня из-под боя, наверное, самое сильное, это сыграть короткая рокировка, то есть, сейчас у белых пока временная лишняя пешка, и даже если пешка на поле Д5 у белых теряется, все равно у них большой перевес в развитии, они в будущем играют просто АЦ3, либо КоньЦ3, Ладья Е1, также есть идея Ферзь Ж5, и очевидно, что здесь у черных довольно большие проблемы, то есть, по материалу, даже если будет поровну, все равно черные здесь, конечно же, не уравнивают. Вот, но всего этого в партии не было, и черные сыграли слон С5, то есть, ход слон С5, это, естественно, не зевок хода кони в 7, это как раз-таки ход в стиле защиты двух коней, когда черные тоже могут сыграть слон С5, и получится контратака Тракслера, которую я тоже разбирал еще довольно давно, еще несколько лет назад в своих видеороликах. Давайте я покажу, что же это такое, как она возникает в нормальном порядке ходов, то есть, контратака Тракслера. Она возникает после Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6, С4, Конь Ф6, то есть, перед нами защита двух коней, ну и далее, конечно же, самый принципиальный ход за белых, это именно Конь Ж5, ну и вот здесь как раз-таки есть ход слон С5, то есть, слон С5 рискованный ход, и здесь, в общем-то, объективно говоря, считается, что черные полностью не уравнивают, но ход тоже такой, больше на перехват, и на то, что соперник здесь не знает теорию, либо же он забутается просто во всех вариантах, и в итоге тут, конечно же, белые при ошибочной игре могут очень быстро проиграть. В этой позиции, кстати говоря, у белых есть принципиальный выбор, сыграть слон Ф7, либо конь Ф7, но вот ход конь Ф7, в принципе, вполне возможно, и там после слона Ф2 тоже возникает довольно большая теория, и тут, кстати говоря, белым даже лучше играть не король Ф2, а король Ф1, то есть, она все-таки не забирать. Но опять же таки, очевидно, что все-таки в нашей позиции, давайте вернусь в нашу позицию, после хода слон С5 и конь Ф7, все-таки здесь вскрылась линия Т, то есть, получается, что слон выходит чернопольный, допустим, на поле Ж5, также король без случаев может убежать на поле Д2, поэтому в данной ситуации все-таки подобное изменение позиции на руку, конечно же, белым, то есть, ход конь Ф7 здесь был правильный за белых, и это был самый сильный ход в позиции. Ну что ж, черные пошли, в общем-то, на принципиальные варианты, и сыграли все-таки слонов 2. В этой позиции белые бы гни сыграть, король Ф2, там возникали довольно сложные варианты, просчитать которые за доской очень и очень непросто, но давайте покажу хотя бы вкратце, как же могла развиваться партия при идеальной игре соперников. Итак, король Ф2, ну, здесь, в принципе, у черных тоже есть выбор, даже в этой позиции 2 хода, либо ферзь Д7, либо конь Е4, но мне кажется, конь Е4 ход наиболее принципиальный, потому что это шаг, ну, и давайте его как раз-таки посмотрим. Итак, конь Е4, далее белые играют король Ж1, ферзь Р4, то есть черные напали на мат, поэтому Ж3. Белые сыграть почти обязаны. Здесь на конь Ж3 последует просто ход конь Е8, поэтому за черных сильнее сыграть ферзь Д7, вводя ферзя из-под боя, и создавая угрозу ферзь С5. Ферзь С5 это очень сильный ход, поэтому белым нужно сыграть ферзь Д3, чтобы на ферзь С5 пойти слон Е3. Давайте показать уже не буду, вариант довольно простой. Поэтому ферзь С5, конечно же, ход для черных теперь уже не очень хороший, и они играют Д5. В принципе, ход стандартный для контратаки Тракстера, идея его в том, что с помощью жертвы пешки здесь открывается слон с поля С8. Ну что ж, и далее после слона Д5 можно сыграть конь Ф6, там просто подвисал конь на поле Е4, ну и далее примерный вариант такой, это слон С6, король Ф7, слон Д5, конь Д5, ферзь Д5. Ну и здесь, конечно, черные могут сыграть ферзь Д6, перейти в Эршпиль без фигуры, после слона С8 с лучшим развитием, но объективно, конечно же, у белых там просто выиграно, то есть слон Д6 может быть хоть чуть более интересный, однако здесь после ферзи Д5 все-таки у белых по-прежнему лишняя фигура, и да, у них довольно слабый король, но тем не менее понятно, что здесь все-таки угроз пока у черных нет, белые же хотят просто доразвиться, сыграть, допустим, конь за 300, он же 5, и в принципе, если все это они успеют сделать, то бориция будет абсолютно выигранной. В любом случае здесь варианты были довольно сложные и интересные, то есть, в общем-то, можно было сыграть белым король Ф2, но не сыграли король Ф1. Ход тоже пока вполне возможный, и по-прежнему здесь у белых перевес, то есть пока временно у черных лишняя пешка, однако у них висит и ферзь, и ладья на поле Х8, поэтому в этой позиции все-таки белые выигрывают материал. Ну что ж, далее последовало ферзь Д7, по сути единицный ход, белые съедают ладью, стон Б6, ну и вот в этой позиции по-прежнему перевес оставался у белых, пускай и не очень большой, но тем не менее, здесь, в общем-то, объективно говоря, у белых было преимущество. Нужно было все-таки как-то доразвиться и сделать, допустим, такой ход, как конь С3. То есть конь С3, и далее у белых масса идей, допустим, сыграть стон Ж5, то есть может быть пойти еще даже при случае конь Д5, можно сыграть где-то ферзь Д3, либо, может быть, даже ферзь Д3, можно даже посмотреть возвращение коня домой, то есть ход конь Ф7. Опять же таки, очень много зависит от того, как сыграют черные. В любом случае, белым очень важно здесь было развиваться и все-таки вернуть коня в защиту. То есть, вернее, даже, правильнее сказать, просто вывести коня на активное поле, где он помогает защищать, допустим, пешку на поле Д4. Вот. Белый же сыграет С3, то есть ход, в принципе, идейный, то есть понятно, что они хотят не пускать черные фигуры на поле Д4, однако после хода С3 уже перевес резко переходит к черным, и позиция белых становится просто пройманной. То есть черные как раз таки реализуют ту идею, которая стандартная для подобных позиций, а именно ход Д5. Ну вот здесь уже у белых довольно большие проблемы. Ну что ж, далее последовало слон Д5, слон Ж4. Но в этой позиции белые тоже сыграли не идеально, они походили в ферзь С2, хотя и при идеальной игре тоже у белых проблемы. То есть не могут сыграть, допустим, слоны Ф7, но тогда просто король Ф8, все-таки ферзь обязан уйти. Ну и тогда есть еще один стильный тактический ход, именно конь Е4. То есть, конечно же, здесь черные готовы жертвовать материал, чтобы добраться до белого короля. Ну и далее, допустим, после ферзи С4, черные играют ферзи С4, создавая угрозу мата в один ход, то есть угрозу мата ферзи С2, и также при случае есть угроза скрытого шаха, допустим, на Ж3 есть идея слона Ж3, и там у белых теряется ферзь. В общем, в этой ситуации белые уже просто проигрывают, у них нет хорошей защиты от мата, либо от потери ферзя. Вот, но всего этого в партии не было, то есть белые сыграли ферзи С2, то есть просто здесь облегчили задачу черных для победы, то есть в принципе у черных тут выигрывали разные ходы, то есть конь Д5 объективно самый сильный ход, но единственная рокировка тоже хорошая, и, в общем-то, понятное дело, что тоже выигрывающее решение, потому что сейчас у черных все фигуры участвуют в атаке, и очевидно, что здесь у белых уже огромные проблемы, у них целая лишняя ладья на данный момент, но от ладей, конечно, здесь радости мало. Ну что ж, еще последовало слон Ж5, и после хода конь Д5 уже в данной позиции белые просто сдались, то есть на самом деле здесь, хотя у белых была чуть-чуть ранее, то есть буквально доходом ранее лишняя ладья, в будущем они остаются минимум без фигуры. Давайте покажу, как все это может происходить. Итак, далее белые могут согать слон Е7, ну и далее после конь Е3 король Ф2, конь С2 это скрытый шаг, поэтому приходится гудить королем на поле Ж3, и здесь можно согать либо ладья А8, либо конь Е7, то есть есть одна из двух легких фигур, допустим конь Х8, ну и далее после король Ж4, опять же таки здесь мы съедаем уже вторую легкую фигуру, а именно ладья А8. Почему так? Дело все в том, что ладья на поле А1 все равно не имеет ходов, поэтому рано или поздно черные ее съедят, вот допустим после конь Д2 уже ладью пора съедать, ну и оказывается, что после конь А1, ладья А1 у черных просто здоровый нижний слон, и понятно, что позиция абсолютно выигранная. То есть вариант в принципе несложный, и очевидно, что в этой позиции, ну даже еще там ходов 5 назад, черные просто побеждают, причем побеждают очень уверенно. Поэтому что хочу сказать, что подобная дебютная идея, то есть вот данная позиция ход F6, в принципе имеет право на жизнь, и опять же таки в Блиц можно сюда вполне пойти, даже против сильного соперника, потому что здесь очень легко растеряться, и в подобной вот ситуации, естественно, что вот после хода С1, С5 от белых требуется точность, хотя опять же таки белые не обязаны были идти во все тяжкие, и даже в принципе ход рокировка был в этой позиции вполне возможен, защищающий пешку на поле F2. Ну и после кони F7, слон F2 все равно объективно у белых перевес, как после короля F2, так и после короля F1, однако здесь уже требуется точность, и очень важно в этой ситуации белым делать хорошие ходы, иначе просто не проигрывают буквально в один ход, как будто случилось в данной партии. Ну что ж, давайте тогда посмотрим вторую партию в гамбите Энглунда, которая закончилась гораздо быстрее, чем эта. Итак, в следующей партии в гамбите Энглунда белые проиграли всего лишь в 6 ходов, и давайте покажу, как это вообще произошло, потому что ловушка очень популярная, вполне возможно, вы ее уже видели ранее, может даже в нее попадались, и выловили в нее своих соперников, но в любом случае, я думаю, что знать ее будет не лишним. Итак, D4, E5, то есть это уже гамбит Энглунда, безусловно, белые не обязаны играть DE, и на самом деле можно сыграть просто E4, переводя игру в открытое начало, то есть, допустим, после ED можно сыграть в D4, и у нас получается центральный дебют, либо же можно сыграть, допустим, конь F3, но из-за черных, по сути, ничего лучше, чем конь F6, нет, а тогда мы играем конь D4, получая просто шотландскую партию, то есть вполне можно играть и так. Ну, DE, естественно, ход тоже хороший и сильный, понятное дело, что бить пешку, тем более центральную, это почти всегда хорошо. Далее последовало конь C6, конь F3, и в этой позиции все-таки черные сыграли не F6, а ферзь E7, это, безусловно, гораздо более сильный ход. Итак, ферзь E7, далее последовало слон G5, но опять же таки, в этой ситуации у белых тоже очень большой выбор, здесь даваться подробностей, я думаю, что нет большого смысла, очевидно, что можно просто отдать пешку на поле E5, потому что здесь гораздо важнее развитие фигур. Ну, вот, допустим, можно сыграть конь C3, но если черные забирают пешку, тогда, например, E4, то есть явно у белых здесь позиционный перевес, они в будущем могут сыграть, допустим, слон F4, далее, допустим, там, слон G2, короткая рокировка, есть идеи с уходом в лидную рокировку, конечно же, всегда ход конь D5 тоже у белых есть, его тоже нужно черным учитывать, поэтому здесь, безусловно, у белых преимущество. Вот, однако, вот, слон G5, который они сделали, тоже пока вполне возможный и довольно сильный, далее последовало ферзь B4, слон D2, и черные сыграли ферзь B2. На самом деле, ход не самый хороший, потому что после ответа белых конь C3 выясняется, что хотя у них, в общем-то, в этой позиции вроде как разбит ферзьевый фланг, но на самом деле по материалу это сейчас поровну, потому что пешку на поле B2 черные только отыграли, то есть они ее не выиграли, и у белых, поскольку была лишняя пешка, сейчас равный материал с черными, но очевидно, что ферзь на поле B2 стоит, мягко говоря, неустойчиво, и угрожает здесь масса ходов за белых, допустим, на Диабе 1, ну и после ферзи A3 там конь B5, и у черных проблемы с ферзем, проблемы с полем C7, то есть здесь явно видно, что у белых позиция очень-очень хорошая, но не то чтобы выигранная сразу, но тем не менее перевес у них довольно существенный. Вот поэтому был простой сильный ход конь C3, после которого у черных явные проблемы. Белые же сыграли слон C3, ну и после хода слон C3, по сути, позиция стала уже просто безнадежной. Здесь черные сыграли слон B4, ну и выясняется, что в этой позиции белые теряют минимум фигуру. В партии последовала ферзь D2, давайте посмотрим вначале еще и хос слон B4, то есть взятие на B4, что будет после него. Здесь, конечно же, сильнее всего сыграть за черных не ферзь A1, а именно конь B4, потому что все равно ладья на поле A1 сейчас не имеет ходов, и здесь либо ладья теряется, либо же теряется как минимум у белых конь. То есть если сыграть конь D2, тогда будет вообще конь C2, там еще и ферзя потеряют белые, но после хода кони D3, видимо, сам бастильный в данной позиции, конечно же, можно сыграть просто ферзь C3, то есть у черных опять-таки, то, что говорил лишний конь, и понятное дело, что позиция выигранная. Но в партии все закончилось еще быстрее, еще симпатичней, белые сыграли ферзь D2, ну и после хода слон C3, они просто получили мат, то есть последовало ферзь C3, и ферзь C1 мат. Ну, объективно говоря, конечно, понятно, что позиция уже у белых прориганная была довольно давно, то есть, по крайней мере, последние два хода уже, очевидно, что спасения у белых не было, то есть после хода слон C3, конечно, посильнее сыграть, сейчас, извиняюсь, вот здесь ферзь C2, слон C3, да, посильнее было сыграть конь C3, но тогда, понятное дело, что просто ферзь C1, у черных уже лишняя ладья, и понятно, что позиция выигранная. Вот, так что еще раз, что хочу сказать, давайте покажу эту ловушку еще раз довольно быстро, чтобы вы ее запомнили, возможно, применяли даже из-за черных. Я думаю, что против слабых соперников она может сработать. Итак, D4, E5, DE, конь C6, конь F3, ферзь E7, нападаем на пешку, и здесь как на слон G5, так и, в принципе, на слон F4, такой ход тоже вполне возможен за белых, давайте покажу, есть ход ферзь B4, шах. Ну и далее возникает все то же самое, то есть белый играет слон D2, мы смело съедаем пешку на поле B2, правда, после хода конь C3, объективно говоря, здесь все-таки у белых есть преимущество, допустим, давайте покажу слон B4, можно сыграть ладья B1, далее ферзь E3, конь D5, очевидно, что в этой позиции все-таки у белых довольно серьезные преимущества, да, конечно, есть ход слона 5, после которого черные сразу не теряют материал, но там тоже вариант продолжается, допустим, вот по теории есть ход еще такой, как ладья B5, то есть мы нападаем на слона, и здесь, в общем-то, от черных требуется очень большая точность, чтобы не получить сразу проиганную позицию, то есть, допустим, давайте покажу тоже довольно быстро, слон D2, ферзь D2, король D8, то есть вот таким вот способом черные не теряют материал сразу, но после простого хода E4 у белых перевес, однако очевидно, что все эти ходы на тезадосконе так уже просто, и даже в этой ситуации черные еще вполне могут бороться, сыграть в будущем, допустим, конь E7, у них есть также идея просто ферзь E2 съесть эту пешку, то есть понятно, что еще борьба продолжается, но самое интересное возникает, если вернемся назад, то есть к моменту ферзь B2, если здесь все-таки белые сыграет слон C3, в эту ловушку попадались довольно многие шахматисты, поэтому, думаю, с вами тоже так могут сыграть, и вот здесь мы ходим в слон B4, и после хода слон B4 позиция у белых уже пройганная, они теряют либо ладью, либо ферзя, либо, допустим, коня, в любом случае здесь материальный перевес довольно большой уже на стороне черных, так что такая вот довольно интересная ловушка, она встречается очень часто, поэтому, в общем-то, ее важно знать, и при случае даже применять при игре черными, ну, понятное дело, что это логично применять в блиц, или как минимум быстрые шахматы, потому что классику, понятное дело, что ваш соперник все это заметит, и вряд ли сыграет слон C3. Ну что ж, спасибо всем за внимание, и до скорых встреч уже в новых видеороликах.